Небесный, утешителю души истины, И жили здесь, и все исполняют сокровища благих, И жизни Богателю принеселись обны, И очистины от всяких скмирных, И спаси Боже души наши. Любящий наш Отец, во имя Иисуса Христа Спасителя, Умершем за грехи наши и воскресшего для нашего оправдания, Просим благослови это собрание и братьев наших благовестников, Прибудь с нами, научи нас всегда быть перед лицом Твоим, Дабы не последить имя Твое Святое перед миром с ним. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы по воскресеньям ведем пока занятия, Может быть еще занятия три, мы уезжаем. Вы к занятиям готовьтесь, выпрашивайте у Бога милости. Не просто занятия, занятия у нас есть, Изучание Евангелия от Марта, пособие, третий том. Но, кроме того, есть еще и тематическое. Но сегодня занятие на тему приветствия. Привет. Мы часто говорим, мало того, отвечают еще и в ответ. Что-то. Как к этому относиться? Запишите это себе. Снова привет-приветствия встречается в полной Библии 80 раз. 80 раз. И никакого внимания к этому ведению вообще не обращают внимания. Не знают. Я сейчас покажу вам это. Этого не знают ни епископы, ни патриарх, никто. 80 раз нам долбит Дух Святой в голову. Правильно приветствовать все. Слово благословлять означает, Господи, благослови. А написано, и благословляйте Бога. И мы Бога благословляем. Благослови. То есть разное отношение. Мы богословим. Друг друга благословляем. И просим благословения от Бога. Это же все надо разбирать, чтобы правильно обходиться с этими словами. Мы привыкли, слышно такое, здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Good morning, good in tact. Там на всех языках мира. А слово приветствовать-то? Что оно означает? Какие слова надо произносить? Кого? Самое главное, кого приветствовать? А кого ни под каким видом, ни за какие коврижки, деньги нельзя приветствовать? Нельзя. Вот я вопрос эти задаю, сижу с архиереем. Ну как нельзя? Мы же приветливы, написано. Будьте приветливы со всеми. Правильно. Но это ты берешь одно место, чисто по-сектантски. Сектанты это... Что такое секта? Это узость взгляда на истину. Это хорошие люди, ищут истину, но они смотрят узко. Вот нашли Егова, и она в одном предложении 5 раз слова Егова говорит. Больше она ничего не знает. Другой узнал, что суббота, день Господень. Теперь разбор... Смотрите, какое широкое это указание. Это самое большое по объему. Не убей одно слово о Господне. Суббота, это волк, раб не работает, это важно. И даже субботы ничего не видят. Если по полноте соблюдать субботу, вы должны первые быть распинателем Христа. Этот человек не от Бога, он не щит субботу. Они понимали ее так, что надо распять самого спасителя, хозяину субботы. Он говорит, я хозяин субботы. Господин субботы. Любой понимает. У старообрядцев у них вот два перста и Иисус с одной... Все, он ничего больше не веет и не знает. Все остальные еретики. Иеговисты также понимают. Вот отсюда и идет такой разброд, такая вражда, что в одной православной стране сегодня уничтожают свои города, уничтожают. Бомбят. Это ждет кого-то и других, не только там. Вовремя давайте сейчас по священному писанию разберем. Некоторые стихи выделим и выучим наизусть. Я специально попрошу каждое воскресенье, Володя, прошу принести, поставить сюда ноутбук-компьютер, библейский поисковик, чтобы было. Запишем. Исход 18.7. Слушайте внимательно, читай. Моисей вышел навстречу тесту своему и поклонился, и целовал его. И после взаимного приветствия они вошли в шатер. Ну, кто такой Иофор? Иофор это священник Бога Всевышнего. Моисею понравилась его дочка, женился на ней, ушел в Египет и потерялся зять. И, наконец, встречают. Ну, Моисей это избранник Божий, а Иофор-то никто. Ну, просто священник, да и все. А у него никаких преимуществ перед людьми не было. Но оказалось, что он мудрее Моисея избранного Богом. Однажды он приглашает его на собрание. Некоторые на собрание у нас не ходят. И заметьте, это одни и те же люди. Из-за чего они не приходят, это тоже понятно, из-за лютой ненависти ко мне. Причин никаких других нет. Ну, вот у меня нет, занятия продолжаются, но это уже зараза закрепилась, и они не ходят и зимой. Их нету, меня нету. Ну, видите вы, мы говорим, видите вы, он вести не будет. Почему? Враг душ человеческий посеял зло, когда рабы, владыки, спали. То есть проспали у телевизора. Проспали от своих жен. Каждый свою свинью целует. А если бы искали Бога, да на эти занятия как бы бежали-то? Наши братья сегодня в подстёкнули поехали. Машину надо было скомпоновать, договориться, снарядить, заправить. Дать все необходимые продукты, духовные. И они уже выехали. Уже договорились там, где встречаться. Звонили. Другие остаются здесь. Пришли, нет, не пришли. Даже приезжающие из Барнаула, смотришь, кто под видом тучи. Тучи надвигаются, как бы не застрять. Вы уже давно застрялись. В субботу вещам в храме нету. На занятиях нету. Вы даже не понимаете, как далеко вы застряли. Вы далеко отстались. Тут был один раз, разбор делали. Мы собрались ехать. Я остановил их, когда был Николай Пальвуев. Как я их по священному писанию понёс. Всё, остановились. Да простите, да мы не знаем, да больше никогда так не будет. И проще. Пройдёт собрание, занятие, сядете и поедете. Попросим благословения. Это не всё время будет, это кончится. Ну кто знал, что 80 раз Бог учит приветствовать, как правильно. Ну и поняли мы из этого. Не поняли. Требуется дополнительно. 80 раз это говорится для священников. И нигде они не учат этому. Нигде не написано, что причащаться надо натощак. Умрут и никогда не причащат, если человек съел хотя бы таблетку. Хотя бы рот подгаскал, капля попала в рот, причащать не будут батюшки. А про это ни в Библии, ни в святых отцов нигде нету. Выдумки человеческие, выше всего, закрепились и дрожат стоят. А как тогда быть? Да так, первая литургия, если называть так, первое причащие совершил сам Господь. И вы знаете, когда так называемый чистый четверг. Вымал ноги ученикам. И что они сделали? Первым делом покушали шашлычок. Барашка. Приготовили еврейское. Пасха-то какая? Барана. Взять, заколоть его, съесть. Съели. По-еврейски выпили 4 чаши вина. В иных местах там толкует, что больше. Но это сытный, вкусный обед. И только после этого началось причастие. Что тебе доказывать-то еще? Кого обвиняешь-то? Кого ты, раб, обвиняешь, когда владыка совершил литургию первую, которая является образцом для всех вещей в мире? После вкусной пищи, притом мясной, не во время поста. То есть у нас все не сходится со священным писанием. Я не настаиваю. Но вы должны сказать, что из-за этого умирать не надо. Венчают в одном храме иногда несколько раз при живых жонах. И у старобрядцев, и у новобрядцев, и у всех одинаково. Причину какую-то найдут. А почему ты с ней разбился? Да она меня не слушалась. Ну и что? Ну я маленько постигал ее. А как ты ее постигал? Ну постигал еще дали. Три года тюрьмы. Три лагеря. А тостигал он ее. Старобрядец. С города Бийска. Приехал ко мне и рассказывает. Ну я с ней разошелся. А кто она была? Баптистка. Да как она оказалась баптисткой со старобрядцем-то? Ну вот так. Что значит так? Ходил не по закону. Спросите Пугачева, Аллу Борисову, сколько раз венчали? Киркоров живой? Филипп-то? Живой. Галкин живой? Живой. А сколько до этого было? И это не где-то. В Иерусалимском храме поехало, чтобы патриарх меня венчал. Да иначе эти дыры не замажет простой священник-то. Только патриарша замазка нужна. И это при живой жене. Женница кто называется? Как? Писание говорит. И это они идут на поперек. Но накануне постного дня, среди пятницы, ни один священник венчать не будет. Хотя про это нигде не сказано. Умри не будет, расстреляй не будет. Я вам говорю о наших выдумках. Не о посте даже. Накануне усекновения Иоанна Крестителя главы, накануне воскресного дня, в субботу венчать не будут. Правила. Вот это и есть правило на правило, заповедь на заповедь. А Господа забыли. Я говорю все к слову приветствовать. Вышел Яфор. И однажды он приглашает Яфора, Моисей. Ну, посмотри, какой я. Ты знал, что тебя зять такой будет? Что целый народ пойдет за мной. Я вождь. Может быть, такие слова там и были сказаны. Дальше Моисей садится на седалище, и все начинают. У меня вот сосед курицу там украл, и он судит. Судит, как Соломон разрубить курицу пополам. Я Фор смотрел, смотрел, говорит, ты что делаешь-то? Он говорит, да как, что делаю? Упарился к вечеру, едва живой. А ты не так сделай. У тебя по коленам разбито, над коленом, скажем, по 100 начальника. Сколько в колене? В колене много. Бывает и 40 тысяч. Ну, там по 100 тысяч начальника, потом 100 начальников. Ну, районный суд, краевой суд, верховный суд, ну, а потом президент. Ну, не президент же решает про куриста. Как-то я не подумал. Это я Форд, тесть ему подсказал, то я не подумал. Да как не подумал, когда ты избранник-то Божий. Ты голос Божий не слышал? И Моисей, главное, не стал сопротивляться, и с тех пор так назначил. А до него доходит, может, из тысячи одно дело, но там явно не решить никак. Там надо было решать. А если ясно, написано, что зуб за зуб, голову за голову, рубите, не спрашивайте. Субботу нарушают смерть ему. И вот он его приветствовал, поцеловались. Как обращаться надо с тестем? Любить его. Не будь тестей, не было бы у тебя помощницы. А не так. А я его не могу отцом назвать. Как это не можешь? Тещу не может мамой назвать. Теща вторая мать, читай книгу Тавит. И он отправляет ее и говорит, теперь, доченька, ты идешь в Стове, и там его родители, это вторые родители твои. Папа, мама, тятя. Проживет жизнь? Никогда. Вот у меня, ну, мою маму, зять, живущую здесь, ни разу мамы не назвал. Унизительно? Ни разу. Я спрашиваю, а почему? Никон виноват. Алексей Михайлович виноват. А все это внутри. Да ты прежде упредил бы этого и сказал, да, ой, ошибся, еще, правда, она не жена, мне уже мамой назвал. Да еще ласкательный нашел бы слово-то. Самое драгоценное, что есть у тебя, это жена. А кто я тебе дал, мать? Она так принята во всех народах мира. А теперь ищите виновных. Почему в сердце только клубятся чад, дыма, ненависть? Первая книга, старш, тринадцать десять. Записывайте, вы уйдете, ничего этого не будет. Продремлешь здесь. Считай. Кто кого приветствует? Но из-за кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Самуил пророк, а Саул царь, и царь пред пророком пошел приветствовать его. Но мы еще не знаем, как он, а при осалабнял, какие-то надо слова говорить, какой-то ритуал. Вот, у южных народов такое, они встречаются на дороге, здороваются как? Язык между зубов показать и руки. Это означает, на языке у меня нет злого слова против тебя. Я тебя не осуждаю. Смотри, у меня язык-то чистый. И в руках оружия нет. А у южных еще народов есть такое, он расспрашивает. Ну, как спал сегодня? Да не знаю, до двух часов ночи что-то зуб болел там, а почка у тебя как работает? Работает. А как у тещи? Теща-то как у ней нормально? Запоров нет? Все расспрашивает. У тещи, у всех, все, все болячки. И вот они приветствие это занимает не одну минуту. Я говорю, это нужно. Это означает, я люблю их. А у нас бывает достаточно руки поднять. Мы понимаем, я расположен. В одной руке у меня оружия нету. Мы поприветствовались. Первый старт с 25... Так, подожди-ка. Да, 25-5. Не послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрока. Зайдите на кормил и пойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени. Ну, кто не знает историю, Навал это был один человек, фермер. Занимался усоводством. Овечек разводил. И услышал, что у него там сегодня праздник. Стрижка овец. Овечек стригут, нанимают людей. Ну, вручную стригли-то. Ну, а после этого выпивают, едят. А Давид в это время в гонениях был. И он послал своих и сказал, идите его поприветствуйте, Навалу этого. И пусть что-нибудь он даст. Мы же его охраняли. Ночью-то они ничего не украли у него. И они поприветствовать его должны были, как поприветствовали, а он пьяный. А кто такой Давид? Да малый шляется от господина своего. Какой-то беглец. Почему я должен кормить? И Давид сразу приговорил его и весь дом к смерти. Такой человек не должен жить. Это мы сегодня привыкли. Гуманизм, толерантность. Ничего этого не было. Напоминаю, что в древней Элладе, Греция, один шестилетний ребенок поймал перепелку и отстриг ей ножки. Отстриг. Ничего больше не взял-то. Сосед услышал и вахнул. Он говорит, это надо сказать. Это какой-то нехороший будет ребенок-то. А тот сообщил в сельсовет, этот врагон, этот и Верховный суд заседал. Вызвали его. Это было такое? Было. А зачем ты отстриг? Не знаю. Как не знаешь зачем? Саша, зачем ты отстриг ноги? Не знаю. Суд вынес решение. Немедленно казнить его. От такого человека потомство не должно быть на земле. Это злодей. Это Чикатило вырастит. Это Юйзберг. Его казнили шестилетнего ребенка. А у нас до 13 лет? 14 лет. А до 13 ничего не будет. Нету статьи на 13-летнего. Никакой. И вот из него вырастает Саша Шульженко, если не знаете. Вала Клавдия Шульженко. И наконец в Ростовской области его поймали. У меня газета на столе лежит. Видный такой мужчина. Молодой. Стоит. Что с ним было, никто не знает. После допрашивают жену и говорят, вот эта обстановка у вас, это откуда? Ну Саша деньги приносил. А вечером он вовремя приходил. Ну как вовремя? Все переработка, без переработки как. Он очень любит жену, детей. Ему говорят. А вы никогда не думали, что это все ворованное? Ворованное? Саша мой? Да никогда. Что вы? А где он сегодня? Не знаю. Вот нет. Второй день его нету. Его арестовали. У него не все благополучно. Его начали раскалывать. И на его совести пока обнаружено сто девушек, которых он убил. Количество ран на теле нельзя сосчитать. И потом что делает? Засовывает нож в промежность и работает как мужским членом. Что делали они? Фаллосом. Это все газета описывает жизнь Алтая. Представьте себе, сто и работал только над девственницами. В 17-16 лет. Где он их находил, знакомился. И ясное дело, что тех, которых он брал, тащил, они были одни. Ни одной мусульманки там нет. Они их бережут. Они по 6 человек. И только днем, да под присмотром, через улицу уже опять скрылись. Это одна наша красавица. Пошла, приехала медалистка. Соседка позвала ее пойти на танцплощадку. А сама не пошла. Но она возвращалась домой. Ее 100 метров до дома не довели. И на 100 метров она попалась. Что она думала теперь? Его спрашивают, как эти люди выглядели. Он ни одного не может. В темноте была. Но трусики всех знают, какого цвета были, какие кружева. Все знают. Сто! Быстро и в ряд ни одна матерью не стало. А это был маленький ребенок. Он мучил кошек и собак. Ты вообрази. Вот сейчас в ряд стоят девушки. Ну молодые все. И все они должны погибнуть от одного. А ему ничего нет. А где первое у него убийство? Первое в 13 лет убил своего отца. Своего отца? Его не посадили? Ему 13 лет. Я это все вклинил в определенное знание. Кого приветствовать? А они поприветствуют. Ой, какая красавица. Вас проводить до дома? Она давно ждет. Она не может дождаться, когда замуж выйти. Вот тебе, красавец, такой найдется. Он тебе будет орудовать ножом. Ты день и ночь проси Бога защитить тебя. Да воля Божия будет надо мною. Повторяю, газета у меня на столе. Я второй раз просчитал. Это ужас. И сейчас он сидит по воспоминаниям, пишет. Все рассказывает с документальной точностью. А о чем переживает? Об ошибках, которые пишет. Иногда в одном слове две ошибки. То, что он пишет, и ошибки там. А люди будут видеть ошибки. Ну а совесть мучает нисколько. Зачем? Любит жену, любит детей. Сто трупов сзади. А его приветствовали. Кого-то он приветствовал. Второй отца 6.20. Мы пока берем ветхий завет, потом перейдем на новый завет. Второй отца 6.20. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израиля, обнажившись сегодня перед глазами рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. 6.20, посмотри. Да. Ровно, да? Это слово приветствие должно быть. Нет, да? Это, видимо, ошибся здесь. Есть, есть, есть. Я себе не помню вас. Ты не прочитал или я не расслышал? Есть, да? Есть, оно в скобочках. Ну, прочитай. Нету. Ну, почему-то, видимо, здесь пропуск был. Ну, вот Андрей сейчас зачитает, зачитает. Ну, ладно. Значит, приветствует иногда с издевкой. Она не хотела ему добра, ничего. В ней было одно уязвить его. Если царь, ты должен так пройти, степенно и проще. А тут обнажился, плясал в исподнем воде, в подштанниках. Да какой ты царь? И Давид сразу нашелся, что сказать, перед Богом моим. И вот некоторые сегодня в разных там сектах пляшут, падают. А почему? А Давид плясал? Я говорю, плясал. Плясал перед ковчегом. У вас ковчега-то нету. Никакого. А перед чем ты пляшешь-то? Вы беснуетесь, а не просто пляшете. Четвертый статус, 4, 29. И сказал он Геезию, опояшь чресло твое и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лице ребенка. Послал его с определенной листью воскресить умершего ребенка. Дорогой тебя будут приветствовать, не отвечай. И ты, кого увидишь знакомых, не приветствуй. Зачем он это сделал? Не отвлекаться. Пробился. Время не трать. Не до этого мы пришли, не для этого. И теперь открой попутно. Лука, 10, 4. Сделайте стрелку на руку, 10, 4. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. Это Иисус Христос говорит уже в Новом Завете, никого на дороге не приветствуйте. Сходится полностью с тем, что... Почему? А он послал их с этой же самой миссией. Воскрешать уже духовно умерших. Не тратьте на пустое время. Меня всегда очень угнетает, подвигает на то, чтобы людям сказать, как они трожерят свое время. Я говорю, вот ты что делаешь? Тебе многие люди в мире удивляются, что ты это сделал. Как? Ну, говорю, да это невозможно одному сделать. Ну, я не знаю никак. Ну, а ты сделал так, чтобы тебе удивлялись. Что скажут, что это невозможно, чтобы один человек это сделал. Это тогда возможно, когда ты ценишь не часы и не минуты, а секунды. Секунды. А ты вы о себе говорите. Вот я как раз и говорю. Говорят, о себе любимом. Почему? Потому что везде удивляются. Это вы все сделали один. Когда КГБ меня арестовал, вот они мне сказали. А ведь в Москве думали, что в Сибири несколько отделов работают. А на турист на одного человека. Если московское КГБ так думало, наверное, что-то там было. Я заделал, что я не один. Были друзья, помогали, пленки доставали. Но начитывал-то один, 50 томов. Один. В комнате 12,8 квадратных метра. Приятно, когда удивляются. Да, приятно. Ну и все, отняли пленки еще. Ничего нету, занялся другим делом. За 9 лет 38 томов книг вышло. Да это невозможно. Ну, а они книги стоят на прилавках. В библиотеках. Мне зачем говорить, возможно, невозможно? Там не, она хлопнется. Не боишься Бога. Это все время. Еще немного, и на том суде будем. Работай так, чтобы все удивлялись. Это возможно только тогда, когда ты ценишь время. И тогда, когда у тебя есть время для молитвы. Везде надо работать быстро. Блухонемые показывают вот так вот. Это быстро работает. Не надо торопиться. Везде поспешите. С поспешностью ешь ягненка. С поспешностью обедайте. А не так. Жуй, пока вся пища слюной не смочется. До вечера будешь жевать сидеть. Не надо спешить только в двух моментах. На молитве и при исследовании чтения Слова Божия. Вот два момента. Я больше не нашел, где не надо спешить. Не надо спешить. На тот свет, говорит, не торопись, успеешь. Тебе ясно, какое занятие тебе Бог дал. Ты приехал за 2000 километров, вот он сидит. А 2000 это больше половины, чем до Москвы отсюда. И приехал только повозиться с комбайном. Я на дальнейшее его замечание отреагирую еще раз. Что никто не пришел и прочее. Это не так. Это не так. Я скажу почему. Он в первый день, я кинулся сюда, а он работает. Я сфотографировал и скорее побежал там. Он приходит сам. Вот мы на самоманном работали, около Женя Ильичука. Так, поздоровался, обнялись, поцеловались, поприветствовались. Так, ты зачем приехал? Как зачем? Ну, Игорю поможешь. Так иди отсюда. Иди, работай, не стой около нас. Так я только вас обнял. Все, обнял, иди, больше не приходи сюда. Нам главное Игоря обиходить. Другой бы сказал, обиделся или как-то. Да как так, я такую даль ехал, со мной не говорят. Я сказал, иди. По широкой его спине похлопал и больше, чтобы не сюда не приходил. Когда надо, мы скажем тебе. Когда все отремонтируешь. Так было? Вот он сидит. Так. А почему? Главное время. Ты приехал, ты должен выполнить миссию. А мы тебе о себе все расскажем. Тем более у нас только роликов есть. Мы тебя любим, Игоря любим. И желаем, чтобы вы выполнили миссию на этой неделю, которая вам назначена. Как ни загляну, я проезжаю мимо, загляну, гляжу, он даже не видит. Сидит там в мазуте, что-то джайки наворачивает. Вот для этого ты приехал. Так было? Второй сидит, знает, что так. Читаем. Матфея. Матфея 5. Друга десятки лет. Я увидел, возрадовался, поприветствовались. Даже на голубятню затащил его. Вещь вообще неслыханная. Но он как бы не болел на благовестии, даже не против был поехать сегодня. Тем более в подстепной, есть баптистская община. Я говорю, ты там по-своему говори, скажешь слово. Ну, болезнь подкосила немножко, не дала. А причина в том, что женат. И не был бы женат, он бы не сказал третью причину. А все, работал, работал всю жизнь. Болезни все пришли. Так, Господь говорит, приветствовать надо не только родных, братьев своих. А тут написано, не приветствуйте. Да как? Сейчас в конце мы увидим, какими словами надо будет еще приветствовать. Матфея 10.12. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дома всему. Мир дома всему. Ничего дороже мира нет. Это нам подскажет Израиль, подскажет Сирия, Палестина и Украина. Юго-восток Украины. Ничего дороже этого нет. Наша Елена Башкова там находится. Но мы только за ней живали, Елена, в Донецке. Она говорит, скрываясь в монастыре. Она недавно пришла из какой-то секты, зимой еще, в православие. И теперь в монастыре, говорит, познаю, духовную жизнь углубляю. Пол города разнесли, говорит, полностью разрушена. А мы боялись за нее. Как она там? Она не на никуда, она не за кого. Она просто любит Бога и все. Но муж мой, говорит, участвует именно с ополченцами. А как? Спасают раненых врач. А ему разницы нет, какие они. Правительственные войска или какие будут. Ваша задача, откни ее, чтобы не упала. Откни ее. Она не понимает, что с ней делается. Она не понимает, это одержимость. Особый демон сна, который давит и давит. Еще раз говорю. Это повреждение духовное. У меня глаза. Еще раз говорю. Повреждение духовное. Стой спокойно сейчас. Попробуй задержать. Вот остановись. Он у меня глаза. Парни назад. Вернись. Не из-за этого. Ты падаешь. Я паду и все расходу. Вернись. Он тебя гонит в пустынные места. В другую комнату погнал. Вернись, Серафима, поговори с ней. Верни ее сюда. Пусть она сядет, сидит. Вот вам ее не вернуть даже вдвоем. Вот и проверяйте теперь, каким духом движим ее. Ни одной строчки не запишет. Люба, пойди туда. Попробуй вытащить ее оттуда. Он ее загоняет в пустынные места. Семи злейшими. Вытащить сюда. Посадить, где сидела. Почему? Потому что я жиганул этими словами дьявола. Он ее сразу поднял на дыбу. Уже три дня не ждет. Сидеть спокойно. Спокойно. Я одна. Тихо, тихо. Тише мыши, не шуршите. Там все закрыто. Тихо. Кажется, нет. Сидите, записывайте. Бери бумагу. Итак, говорите мир дома всему. Мир дома этому, куда я пришел. А что отвечать нужно? С миром принимаем. Войны никакой нет. И поэтому между нами, что, где, было. Все ушло, его нету. А не так, с первой минуты я буду тебя долбить, чтобы 20 лет назад было. Оно никуда не ушло, потому что это духовная сторона бессмертного зла. Оно будет уничтожено в судный день. Где-то что-то сказали, заметил, не так. Десятки лет на одном месте сатана вращает. И поэтому никому ты не нужен. На занятиях тебя нет. Ни в мировой сети, нигде никто от тебя ничего не получает. Совершенно бесплодная знакомница. Только для себя, чтобы красивенько было сделать сказку из дома. И со своей сказкой в ад пойдешь. А ты оглянись назад, чтобы тебе удивительно было. Как же так, ты успел 2-3 дома снабдить необходимым, достать. Люди не имеют нужды в этом. Где копают картошку или пили дрова? Ты первый там подскочил. Как? Знаешь, как приятно вспомнить. Я вспоминаю, как-то мы ходили на каждое собрание у баптистов. Родичьего 67, город Барнаул. И пресс-фитера объявляет. Завтра, братья и сестры, мы должны там сестре одной крышу перекрыть. Адрес сказал. А во сколько приходили? В 10. Мы православные уже там были в 7 утра. Пока они собрались, мы уже там. Они приходят, мы уже на коньке сидим. Приятно вспомнить. Так наши отношения, насколько ближе стали. И он сразу пресс-фитер. Вот смотри, православная. И как они рано пришли, как они сумели. Так она баптистская. А я ее не видел баптистскую. Я видел человека, верующего во Христа. А у меня молот, сила. Почему же не прийти было? И такие у меня друзья. Так вы себе говорите. А тебе еще я скажу, когда ничего нет. Я подтверждаю практикой. Конкретно. Кто бы тебя не просил, ты посмотри. А до кого он воюет против? Тем более врагу горячего угла надо сберечь. Накрой его этим. Матфея 23,7. Слушайте, как любили приветствовать. И приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А дальше еще что-то написано. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. И дальше? И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Посмотрите, вот мы как-то беседовали с Александром Менем. И он говорит, вот у нас, когда Евангелие считаешь, как будто бы мы хорошо изучили Евангелие и научились делать все напоперек. Это Иоанн Златоус об этом говорит. Если бы человек, который спустился с гор, и посмотрел, как мы живем, посмотрел на Евангелие, и больших врагов Евангелия не нашел бы, как мы. Ну не называйтесь отцами. Все отцы и дьякон, учитель, учитель и отец. Отец, отец дьякон. Батюшка, отец. Мы знаем отец только тогда, когда родил. А Павел говорит, я родил вас благорестованием. Ни одного не родил. Какой же это отец-то? Отцом можно называться, когда ты родил-то. Но отцом в первоначальном рождающем смысле называется самосущественное происхождение добра от Бога. Только отец один. Имма Марка, 12, 38. Видите, как удобно искать быстро. И говорил он в учении своем. Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях. Они любили, чтобы их в народном собрании подходили и называли такое-то, такое-то, такое-то. Я когда прочитал одно же воспоминание кухарки, которая обслуживала Брежнева в санатории, он ритуал установил. Вот она приносит ему, допустим, борщ. Она должна была подойти и сказать, вот борщ, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президения Верховного Совета СССР. Второе приносит, она опять должна была ему сказать, вот второй генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. А не очень, это ничего не изменилось, все такое же и есть. Патриарха, знаете, как называют? Ваше Святейшее Святейшество. Ну уж масляно-масляное. Слово Святейшее в Библии никому не относится, даже к Богу. Слово Святейшее два раза встречается. В послании Киуде написано, говорит, назидая себя на святейшей вере вашей. Святейшая вера. То есть святее нашей веры нет на земле. И второе, святейшим местом в книге Маковейская называется храм. Все, больше нигде нет. Бог свят, свят, свят Господь Самову. Свят, свят, свят. Здесь как? Святейший. Это превосходнейшая степень. Несравнительная даже. Ни язык, ни рука не поднимается. А он-то за собой знает такое. Я говорю, если бы так вот и по правде, по совести-то, разговаривай с епископом. Да меня, говорит, запускать было не надо было. Даже я христианином не могу быть еще. А его владыка, владыка, да, владыка, да. А над чем ты владеешь? Косяна, когда избирали епископ, он говорит, а я епископ. А его, говорит, а какой ты епископ? Он говорит, над чревом моим. Над чревом. Я благословляю его, когда поесть, когда нет. Марка, 15-13. Как приветствовали евреи? Посмотрим. Они опять закричали, распни его. Закричали. Да? 15-13, Марка? А впереди? Ага, дальше. Опять закричали, распни его. Ну, видимо, тут приветствовали они так. Радуйся, царь иудейский. Лука 1, 29. Она была открыта, да, не Марка, а Макьюи. Лука 1, 29. И они приветствовали его. Радуйся, царь иудейский. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. Что бы это было за приветствие? Приветствие какое? Когда она сказала, благословила ты в женах. Вот Богородица считаем, когда. И все народы будут благословлять. Она удивлялась, что это за приветствие. В приветствие вкладывалось звание этого человека и пожелание того, что ты хочешь, чтобы в нем отобразилось. Не просто здравствуйте. Деяние. Так, Лука 1, 40. 41. И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. 44 стих. Приветствие наполнено Духом Святым, и младенец во чреве ее взыграл. То есть приветствие, когда оно по слову Божию, оно движимое Духом Святым. Вот в чем дело. А которое не по слову Божию, оно разлагает. 44. Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, и взыграл младенец радостно по чреве ее. Опять об этом говорит. Деяние 18, 22. Побывав в Кюсарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антесию. Мы сегодня считали как раз, приветствия какие, Павел говорит. Приветствуйте церковь, приветствуйте, 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 одни приветы. Мы остановимся на этом. Деяние 21, 7. Приветствовать может целую церковь. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Талиммаиду, где приветствовал братьев, пробыли у них один день. Конечно, если бы мы были там тогда, мы бы сейчас на видео все засняли, какие слова, хороший переводчик перевел бы, мы знали как. Какие слова надо. Я потом скажу, как мне это видится. 1 Петра 5, 14. Теперь, как себя вести в этот момент, какую позу принимать, даже это написано. Приветствуйте друг друга лавзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Вот католики выработали особый даже кодекс, как правильно приветствовать. Когда приветствую я священника, священник меня, я приветствую родителей, приветствую брата, сестру, приветствую юношу или приветствую девушку. Регламенты все теряются в пасхальный день, один день. Подряд все целуются, никаких регламентов нет. Мы просто в восторге. Христос воскрес. Русский идет, говорит, татарин идет. И он говорит, Христос воскрес. Воскрес. Ай, молодца, Христос. Так, 2 Иоанн 1, 10. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимаетесь в дом и не приветствует. Значит, в первую очередь он сам приходит, мы его уже знаем, и он должен приносить учения, сходные с церковью. Он не приносит церковь, это означает то, что по Евангелию. А вне церкви, это как свидетели Югова, они вне церкви. У них другая книга, вместо Библии написана, называют Новый Семерный Перевод. Там не перевод, там просто совершенно другая книга, она у меня есть. Еще раз считайте, выделите это из тем, где написано, если вы не приветствуете, кроме братьев, никого не приветствуете. Как это? А здесь написано, не приветствуйте. Ну-ка. 2 Иоанн 1, 10. Еще раз прочитай. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. А потому что дальше что написано? Ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Вот это уже непонятно. Не может быть, чтобы Ян Богослов говорил напротив Христа. Это отметается. Там написано, что не только братьев приветствуйте. Значит, не братьев, если понимать в духовном плане, не только православных. А здесь написано, не приносит сего учения. Какого? Это надо смотреть, что Ян говорит. Как раз у Яна впервые звучит на небе три. Речь это о Святой Троице. Когда я стал об этом говорить, был здесь игумен Кирилл Сахар. Он говорит, а как? Нам нельзя молиться с еретиками. Баптисты и еретики. Я говорю, знаете, 6 вселенских соборов определяли учение в Троице. Баптисты абсолютно точно исповедуют учение о Троице. Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Так вы ходите с ними, можем молиться? Можем. Потому что на это есть каноны, запрещающие молиться с еретиками. Так вы меня спросили, я отвечаю. Я больше повторять не буду. Я повторяю еще раз. В историческую церковь ходят 5, скажем так, ответвлений. Православие во всех направлениях. Это старая, старосильная, старая обрядция, древнеправославная. Ну все, какие есть. Там, кажется, их сегодня 15 православных автокепальных. Второе, это католики, старые новокатолики. Это в церковь ходят. Третье, это Григориан, Армян и Ереван. По всему миру, католикоз всей Армении. Четвертое, Сирия и пятая, Копты. За этими пределами церкви нет. А почему? Ну почему, мы сейчас посмотрим. Почему? Посмотрим, как учат святые отцы. Рукоположение прервалось. Я спрашиваю, вот у баптистов, допустим, вот там у писятников. От вас вышел человек. Ну он был ваш. Там за грех отлучили. Ну он теперь ордены организовал. Поехал в Корчино. Там двое живут. И он им приезжает, хлеб ломает этот Саша. И говорит, это при счастье. И они жуют, сидят. А вы, баптисты, его признаете? Конечно, нет. Но вы-то вначале так же делали. Первый, который пошел, то он точно так же был один. Джон Смит, 1609 год. В Роджерсе, первая баптистская община, 1639 год. Никаких у них не было. Ни одного епископа не было. Я беседовал с генеральными названиями секретарей, всех бы. Я говорю, вы почему не добиваетесь, чтобы вы вошли в историческую церковь-то? Так у нас есть рукоположение. А кто его рукополагал? В Новосибирске рукополагают. Одного. Дьякона, кажется, или пресвитеры. А тут приехала шведская какая-то команда. Не знаю, спортсмены или кто. И они пришли в собрание. Тоже баптисты. И они им машут рукой. Идите сюда и положите руки тоже. Они говорят, мы никакие. Они им, да ладно, идите сюда и положите. То есть они никакого таинственного значения, никакой сакральности не придают этому акту. У нас рукополагает только епископ. И епископ и священник имеют равную благодать. Кроме одного. Епископ может рождать, создавать, созидать церковь через рукоположение. Священник не может. Вот у нас священник сейчас умрет. И мы должны его где-то принять готового священника. А батюшка может рукоположить? Не может. Ни чтеца, никого. Это так с апостольских времен. И по-другому никогда не было. Не было. Что-то было по-другому, а этого никогда не было. А были одно время, это уже спустя несколько столетий, которые потеряли священство. Они сразу получили название Безголовая. Безголовая – это голова, это епископ. Нет, они не обзывание никакое, а голова – глава. Кто находится? Я знаю там во всех «Б», которые есть, у субботников, кто там главный. Я говорю, а вы откуда получили? Ну, откуда? А какое это имеет значение? Особенно они любят говорить, когда я спрашиваю, харизматы приехали. Я говорю, скажите, вы когда возникли, а зачем это? Ну, начало-то ваше где-то есть, но мы от апостолов. Что, при апостолах падали, лаяли, мяукали, вот так ползали на коленях. Ну, не было этого. Даже этого нет ни у баптистов, ни у кого нет. Ну, не знаю. Так узнали. Узнали где-то 20 лет назад. Ну, а где вы были 30 лет назад? 300 лет назад от апостолов. Ну, как? Тогда назовите, кто из апостолов? Палзал, ползал, мяукал, лаял. Ну, где? Во втором веке назовите, хотя одного, одного. Третьего. Этого не могут ни один назвать. Мы называем с первого века. Игнатий Богоносец, Ириней Леонский, Поликапс, Мирский. То есть, это идут ученики апостолов Иоанна. Это абсолютная истина. Златоуст и прям Сирин. Идут. Мы называем их во все века. Это я жития святых насчитывал. Почему не ищете? И однажды они начали искать. Поехали в Голландию, а там Симон, Менон, Менониты, откуда немцы. Года два прошло. Встречаются, приехали. Я говорю, как? Да, все, объехали, что правильно, нигде нету. Ни один епископ не переходил. А до этого Мартин, лютер епископ, он был монах, он даже не был священником. Монах, потом размонашился, женился, шесть ребятишек нажил. Обед-то ты давал не папе римскому, а Богу. Я согласен, что монашество и установление не евангельское. Но ты уже дал обед. Ко мне вот приезжал, ты знаешь, Петя Толстенко. Очень хороший человек. С дурью девчонка не пошла одна за него. Он взял до монашества и принял. Какое монашество? Когда по природе видно, что этот человек к этому не приспособлен. К слову сказать, его родной дядя, ну брат его отца, у баптистов местных был. Три жены одновременно, от всех дети. Ну что спрашивают-то? Это плотище. Его за это не одобряли, они его отлучали за это дело. Ну и по природе это сказывается. Вот он приехал ко мне сюда, потеряю. Что делать? Я полюбил девушку. Обед дал, дал. Монах, монах. Я могу сказать только одно. Зажмурь глаза и плащ. Перед Богом написано, Бог на небе, ты на земле. Лучше тебе не давать обед, нежели дать и не исполнить. Писание говорит, притча Соломона говорит. Поэтому замри. Я никому не советую принимать монашество. Никому. Только вот как у Елисаветы царицы, это сказать, сестры царицы. Они работают. Определенный орден такой, монастырёк у них, но монашество они не принимают. Она ухаживает за больным, и Ване ей понравилось. Она подошла в Матушку Елисавету. А этот Ваня мне до того нравится, приглашает в деревню. Но его контузило, там полноги оторвало. Она, иди, Бог с тобой, и Бог тебя благословит. А она, ну она монахиня. Всё. И она поехала, и всё. То есть они монашеса не принимали, но по форме, работали, как послушницы. Вот это самый правильный выход. Как вот со старой верой. Самая правильная позиция этого Игумена Сахарова. Всё по-старобряшески ведёт. Всё. Но никому не запрещают, кто приходит. Это от патриарховской церкви. Московской патриархии. Всё. Из Вестовки никуда. Ни шагу. Всё по форме. Всё как надо делать. Но находится в самой патриархии. Вот это единственный верный выход. Никого не преследуют. Вместе молятся. А у нас только оно. Ни с кем не молиться. Все еретики. Нельзя молиться еретики. Сами спасибо объявляют. Еретики. Всё замерло. Никто не приходит. И я отнущу и лишу причастия. Кого приветствует-то? То есть вот Писание как раз об этом и говорит. Не только братьев приветствуют. А кто приносит другое учение. А какое вот это патриархия другое учение принесла к старообрядцам? Какое? Никакое. Это учением не считалось. Это не догмат веры. И это тоже не догмат веры. Это не догмат. Это обряд. Они даже этого раз еще не делают. Тем более вначале молили, хрестились одним перстом. Ян Затауз говорит. Одним. Вот. Каким пальцам неизвестно. Но я думаю, что указательные. Наносили крест на знамени. Потом стало три. Почему? Появились люди, которые стали отрицать Троицу. И церковь сразу дала оружие. Вот все время мы показываем. Бог Отец, Бог Дух Святой. Сидит Иисус Едина. Потом стали монофилиты. Монофилиты церковь сразу показала два. То есть эта церковь реагирует на события, которые происходят внутри ее. Дальше. Третья Иоанна 1.15. Ну-ка еще. Да, 14. Да. Как у меня? 15 написано. Свякой. Приветствую тебя друзья. Приветствую друзей поименно. То есть это 14 стих. Не 15. Но это в этой версии. Почему-то так мне показалось. Или в книге. Приветствую тебя друзья. Приветствую друзей поименно. Передавай. Марии, Дарии, Никифору, всем. Так. Римлянам 16.3. Вот послушайте. Сколько приветствий будет. Кто-то поймет, я не посчитал. 16.3. Приветствуйте Прискилу и Акилу. Сотрудников моих во Христе есть. Значит, сотрудники во Христе. Дальше. С 5 по 11 стих. Я буду приостанавливать. Приветствуйте возлюбленного моего Епента, который есть начаток Ахаи для Христа. То есть первичный, с которого люди в этой местности обратились. Вот кого надо приветствовать. Дальше. Приветствуйте Мария, которая много трудилась для нас. Приветствую тех, кто Мария, много трудилась для церкви. Все жертвовала, говорится, а последняя несла. Третья, четвертая. Приветствуйте Андроника и Юни, сродников моих и узников со мной. То есть вместе в тюрьме были, и какие-то они ему сродники. Андроника и Юния. Мы про них мало знаем. 4. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Возлюбленный не сказал, почему в Господе. Но Павел зря не написал бы. 5. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахи, возлюбленного мне. Значит, сотрудник, вместе Благопавел, призван на благовесть, он помогал. А у нас сегодня, зову, никого нет. И я хотел вопрос задать. Этот, понятно, выпадает, гостя провожает. Ты почему сегодня не хотел поехать на машине своей? Объясни. Я, что ли? Да, ты. Да не готов. А? Не готов. А что готов? На машине-то только проехать довезти? Ну, у меня же хозяйство, я же один на хозяйстве. Ну, поехали-то пол 11, он не успевал? Конечно, нет. Я еще не перерабатывал. Ну, ладно. Ты, в общем, постарайся на воскресенье. Мы так привыкли к тебе, по окрестам-то ездили. Ты самый активный был. Все время с тобой ездили мы. У нас такие добрые отношения. И сегодня раз, и нет. Ну, хорошо, если бы ты поехал. Ну, подумай, как. Может, пораньше встать в этот день. Дальше. Приветствуйте апеллеса, испытанного во Христе. Испытанных во Христе. Кого приветствуют? Сотрудников, испытанных, через которых люди обратились, которые сами родились свыше. Дальше. Приветствуйте верных из дома Ареставурова. Дома, это означает, был рабовладелец, у него много было слух, там, может быть, тысячи. И приветствуйте верных, верующих, которые находятся в церкви, приняли крещение. Приветствуйте и Родионов, сродников его. Сродников, понимаешь, и еврей. Мои еврейские. Приветствуйте из домашних Маркиса тех, которые в Господе. Еще раз оговариваются, только тех, которые уверовали, которые в Боге. Когда уверовали, еще. Приветствуйте Трифину и Трифосту, трудящихся Господи. То есть, которые для Господа трудятся в Боге, по Писанию, по совести. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Видите, кого приветствовать надо. Тут конкретно уже идет целая таблица, кого уже семь, кажется, было. Дальше. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матери его, и мою. Вот это непонятно. Матерь его и мою. То есть, действительно, родная по плоти мать была, или как, или в одной церкви родились, непонятно. Шестнадцатый. Дальше. Приветствуйте Асинкрита, Легонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. То есть, видите, сколько он их перечисляет. Когда мы в письма будем перечислять это? Дальше. Дальше. Приветствуйте филолога Юлию, Нерею и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Это в Рим пишет. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствует вас все церкви Христова. И дальше, с 21 по 23. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Лут. Привет и передает. И Ассон, и Сосипатор, сродники мои. Сродники, видимо, евреи. Приветствую вас в Господе я, Тертий, писавший себе послание. Взяла сам от себя, который Павел ходил, видимо, или прикованный был, а он писал. И говорит, и я писал письмо Тертий, а от меня тоже привет. Он диктовал ему, а он писал, сидел. Приветствует вас Гайи, страна приема, тьма и всей церкви. Приветствует вас Яраст, городской казнохранитель, и брат Твард. Ну, не боялся Павел, написал казнохранитель. На нем могло быть покушение. Так, 1 Маковельска, 7,29. Вот, мы увидели, кого надо приветствовать. Не всех приветствовать. Еретиков не приветствовать. А он руку подает, не подай, и все. Не подай, вот у нас верующие встречаются, приезжают когда где-то. Он просто остается, я говорю, у нас это не принято. А что, почему, я тебя знать не знаю еще. Вот у нас несколько дней назад, жена Игоря Лена получила, как я не знаю, письмо или что там, на тебя вышел один. Такой-то учитель с Новосибирска, о себе пишет, и что-то хотел, то ли приехать, или что-то. И меня спрашивает сегодня Ленка, говорю, никак, или не отвечай, или ответ не нужен. О себе не написал, ни жена, ни жена, ни верующий, ни верующий. Ну, зачем это нужно-то? Вот так пространно, ни о чем пишут зэки, как правило, я уже знаю их. На такого нарвешься, не рад, как дети. А 7.29. И пришел он к Иуде, и приветствовали они друг друга мирно. А между тем воины были приготовлены схватить Иуду. То есть приветствуют ложно. Заманули, приветствуют, обнимают, а воины уже в другую комнату. Зашли, вырываются и начинают рубить. Не всякому приветствию верят. Дальше, 1-я Макавейская, 10.24. Напишу и я им слова приветствия, восхваления и обещания, чтобы были они в помощь мне. Для того, чтобы привлечь нас в свою сторону, я напишу им приветствие, пообещаю. И на Украине записали разговор по телефону, там какой-то Ярошек. Говорят, убили его, что ли, на днях? Вроде Юлия Тимошенко его говорит, а как же говорили, вешать будем этих москаляку-ногиляку? Сегодня мы обещаем им все, а вешать будем потом. Так что Донецк, Луганск, как бы, представьте, сохрани бог за кого-то. Я просто говорю, передают разговор, но я их голоса не знаю, так это или не так. Но вот это такое вот было, тогда было. А было ли там у Яроша и Машенко? Оно передают. То есть, это практика бывает такая. Оказать благостеприимство, чтобы сорвать голову. Сирахов 41,25. Видимо, 40,25 Сирахов. Тут почему-то разница на одну главу. Ну, 41 бывает. Сирахов 41,25. Покажи так, ну-ка. А 42 нету? 41,25. 41,25? Да. Золото и серебро утверждают. Нет, это 40, а следующий. А какой? Стыдись молчания перед приветствующими. Видите, какой обман? Тебя приветствует, а ты промолчал. Причины никакой нету. Просто я не расположен. Стыдись этого. Понимаете? Вот эта тактика поведения, она все-таки как-то соблюдается в южных странах. Однажды мы шли по улице. Какая улица Горько? Там где там у батюшки дом-то был в Воронцовке? Ленина. Вот. Мы идем. А у них там драка русские эти, киргизы между собой-то. Ну, они русских погнали и догоняют. Вот так оборачиваются. А я с Иосифом шел. Они как ему шалканули его в кювет-то. Один забегает, а сзади бежит, добивает там все. А глянул, обернулся назад и кричит, а кстакал. А тот мимо меня пробежал. То есть они разбирают, старый или молодой. Конечно, там девушек нету, никого. Они по домам сидят. А у нас никого не разбирают. Старик, так самое удобное. Он сдачи не даст. Долби его. Дальше. Вот теперь давайте запишем. Филипписам 1.18. Мы уже разобрали. Не всех можно приветствовать. Не всякого вводи в дом написано. Не всякого. Филипписам 1.18. Но что до того, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Вот они проповедуют. Не православное, но проповедует Христа правильно. Я вам рассказывал, в Алтайском тут где-то какой-то район был. И мы там были. И бабушки говорят, а тут недавно какие-то были, давали маленькие книжечки, ну маршюрки такие-то. Но в председательстве совета с батюшкой сказали, что мы их вернули. Мы вернули их, а они их сожгли. А бабушка одна посидела и говорит, а я не отдала. Ну я говорю, принеси. Она принесла, мы посмотрели Совет Церкви Ивангельских Христиан-Баптистов. Это отделенная. Я посмотрел до того хорошие статьи. Прямо хорошие. Я говорю, это статус хорошие? Как они? Так они не отдадут назад. А что они отдадут-то? Она поперек их. Оп, собрал все и спалил. Хорошие, хорошие. Прямо хорошие. Сейчас придумали патриархию. И Новый Завет и Библия только те, которые патриархии изданы. А которые не патриархийные, вроде бы, не распространять или что-то такое. Если это синодальный перевод изданий, они все одинаковые. Вот Антоний Великий, а со словом Великий только 17, 17 таких было за 20 столетий. Он говорил так. Это январь по старому стилю, 17. Я никогда мирно не беседовал с еретиками. Я никогда, запишите, Антоний Великий. Антоний Великий, таких со словом Великий, Василий Великий, было только 17 человек. Такое, приставка к ним такая. Петр Великий, вот, считает этот преобразователь России. Вот. Я никогда мирно не беседовал с еретиками. Мирно. Мирно, по-хорошему. То есть, я всегда на вытяжку стоял перед ними. Один, пришли два еретика, еретические там, какие-то должности занимают и беседуют. И стали спорить. Ну, скажите, кто к кому пришел? Вы ко мне или я к вам? Ну, мы к тебе. Вы пришли, как меня приветствовали? Мы сказали, мы слышали много о тебе доброго, ты такой. Ну, вы говорили, это так, так. Так еще спорите тогда. Издалека пришли, меня мудрым называли. А сейчас спорите. Поэтому не спорьте, принимайте, или разговор закончим. Дальше. У нас есть книга. Называется «Каноны» или «Книга правил» на русском языке. Посмотри внимательно. Мы сейчас кое-что прочитаем. Это задерживая, ознакомлю вас с соборами. Не торопись, чтобы можно было прочитать. Теперь посмотри, кто издал его. Этот человек достоин того, чтобы о нем сказать. Епископ Сергий. Так вот. Карфагенский собор. 77 правило. С сиритиками обращаться кротко. Не даст ли им Бог покаяния? Вот видите, это собор. Там частное мнение одного человека. Это тоже надо совместить. С сиритиками с ними не соглашаться, но обращаться лучше кротко. Знаете как? А если ты ни разу не встречался с другими, которые не православные, ты вообще не знаешь, как обращаться надо. Из тех, кто сегодня беседует с разными сектантами, встречается лучше всех Олег Синяев. Он по Библии прямо беседует. Недавно беседу наши слышали с холизматами. Ну они говорят, 50-ники. Он говорит, на 150 лет назад где вы были? А нам какое до этого дело? Ну назовите хотя бы одного. А зачем нам это нужно? То есть никого нет. Они как змеи шуршат в траве. Ну назовите одного, 50-ник. 150 лет назад. Ну назовите. Вот Воронаев приехал здесь, Воронин там. Ну а где был первый-то, 50-ник-то? От апостолов? Ну ладно, 150-ник не знаете. 200 лет назад. Ну одного-то назвать за столетие. Можно за столетие-то. 300 лет назад. Про Спартака знаем, что в 74-м по 71-й год до новой эры было восстание Спартака. Мы это знаем. Евреи все знают, родословные. Вы ни одного не знаете. 4 столетия 5. То есть не было. Не обманывайте никого. Не было. А где двое или трое собрались, там и Христос. Во-первых, не собрались, а собраны. И при том собраны во имя мое. То есть все по Писанию. Вот что необходимо знать. Давай еще запишем. Титул 3.10.11. Послание апостола Павла. Титул. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. То есть два раза. Все. Больше не надо. Зная, что таковой раздротился и грешит, будучи сам осудил. Он сам себя осудил. И твои слова бесполезны. Наши, когда были в Корчино, с нашими, которые были потеряющими, отступники. Она там, Евгения, закрыла глаза и начинает что-то говорить. С ней не надо беседовать. Не бросайте жемчуга перед псами и свиньями. Щетко и ясно сказано. Есть, только было сказано. Она ничего не слышит. Начинает богословствовать. Тыщи варить, научись правильно. Женщина не умеет правильно картошку варить. Разварит она вся, рассыпется. Сколько раз говорил, яйца с мяткой сварить. Не может. Учат. Три с половиной минуты кипяток, три с половиной минуты и вытаскивай. А куда лезешь богословствовать? На стиральной машине только одежду рвать научились. Недавно кто-то говорил, надо в ванне в теплой воде ногами топтать ее, она будет чистая. Дал рубашку и зарвали, все заплатки оторвались. Вот так пришиты были. Так. Я сейчас еще несколько мест дам, которые вы проверите. Второе тематрие 2.25. Видите, как удобно, когда вот есть помощник, заранее установили это все. Скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Скротостью наставлять. Ну, какое наставлять, да еще и скротость. Да старобрядцы во сне этого не видали. Ты еретик, переходи к нам все. Все проповеди, все тома на одном. Ты еретик, переходи к нам. А кто еретиком определял, ты определял. Как ты еретиком называешь того, кого получили рукоположение-то? Старобрядцы-то где взяли митрополита-то? А греческая церковь, то есть от той, которая сейчас есть. Да вообще неразумная. Есть такой фильм, показывает, когда Самуил не пришел, а Иоаннафан ему говорит, у Саула сын, говорит, он не настоящий пророк. А Саул говорит, если он не настоящий пророк, то я не настоящий царь. Он меня рукоположил. Он меня помазал. Если он не настоящий, тогда ничего вообще нет. Если патриархия не настоящая, у нас, батюшки, не было эти годы. И крещение наше не настоящее. Значит, надо уже вовремя поставить где-то. А старобрядцы вообще рта раскрывать не надо. В самом начале допущена грубейшая ошибка. Один рукополагать начинает Олимпий. Ну, один. А когда каноническое правило, первое, апостольское, говорит, что епископы до рукополагают два или три епископа, два или три, но не один. Это не говорит, что один, а то не истина будет. Дальше читаем. Первое, Коринфянам 4,15. Я вернусь опять, как приветствовать. Можно ли называть вот так? Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного... Громче, громче. Я родил вас во Христе Иисусе Благовествовании. Так, подожди. А ты можешь громче еще читать? Не можешь. Неправда. Если тебя зажмет бык у забора, ты будешь кричать так, что за стенкой услышит. Когда меня готовились рукополагать, ташкентский был в Архоломее. Он меня, значит, начинает архиепископ. Как-то фамилию забыл было. Вот. Ну, громче еще. Я громче. Вот давай. Паки-паки. Паки-паки. Ты громче не можешь. Нету. Он так вот жезло меня в бок ударил. Ну, ладно. Такой уж и будешь. Я во всю головушку, как только Бог кричал, и он говорит, плохо. У диакона должен быть голос, как труба. И репень нарисовал диакона и написал рев, зев и лупоглазие. Первое Коринфянам 12.28 Отцами называть, а Павел говорит, я родил. То есть надо знать, где называть. Тот, который тебя духовно родил, это отец. Отец мой духовный, от которого ты возродился. Это достойное название. Павел говорит, я родил. Но раз родил, то еще говорит, Аврам родил Исаак. А кто он Исааку? Отец. Исаак родил Якова. Кто он Якова, Исаак-то? Тут не надо это. Вот у 50-ти и так, не называй никого отцом. И говорят, а у тебя отец есть? Нет, у меня папочка есть. Аня, слово отец папочкой заменили. А что изменилось-то? Интересно. В России никогда папой не называли. Папа по неволе связана с папством. Римский папа. А как звали? Вот наша мама говорит, а они отца называли Тятенко. Тятенко. А мы называли Тятя. И был все папа. Вот кого-нибудь спроси. Папа, папа, папа. Вот все папы римские. А они папу собрались. Ни одного смиренного нету. Гордость папства. Василий Великий. Так, 12-й, 1-й, 12-й, 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 12-й. Считала? Нет. Считай. Иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Слушайте. Бог поставил апостолами. Я обращаюсь, допустим, в беседу я с баптистами. Назовите апостол. Они правильно называют всех. Двенадцать. Они писания-то знают. И знают неплохо. Дальше. Во-вторых, пророками. Во-вторых, пророками. Я беседую. Тут руководство баптистов. Старшие писетера. Я говорю, а кто пророки-то? Ахав. Ну, а потом. Ну, Бог поставил Моисея. Ну, да, правильно, правильно. Илия, Илисей. Перечислили пророков. Дальше в третьих. В третьих учителя. Скажите, а кто учителя? Матфей, там, Павел. Нет, это апостолы. Он не может вывернуться теперь. Начинает опять крутить. Исаиадок. Это пророки. Мы прошли их. Учителей нету. А у нас, у нас учителя есть. Учителя это Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. То есть сразу же обрезаются. Если бы я был, допустим, баптистом, я сразу бы остановился, сказал братьям, пошел к старшим, сказал, где наши учителя? Так это в первом веке. Бог поставил. Куда вы их дели? Каргали, крагали. И кого только не называют. Каревы. И Житковы. Всех подряд собирают. Да что, они в двадцатом веке учителяют? Они с первого века идут. Вы что придумываете-то? Бог поставил, Бог поставил. Назовите одного хотя бы. Ни одного нету. Явно, что у вас обрезанное. Это узор взгляда на истину. Назовите. Не может быть, если Христос сказал. Вдумайтесь в эти слова. Все я с вами во все дни до скончания века. Это и речь шла не об апостолах, а со всей церковью своей, он, Духом Святым, во все дни. В четверг, в пятницу, в субботу, в первом тысячелетии, во втором, во все дни я на этом стихе остановился и обратился к Богу. Стал искать, а в какие дни? Вот говорят, а его тогда не было там. Церковь пала. Пала, а мы поэтому возникли. Мартин Лютер пала. А говорит, врата Ада не одолеют. И 16-18 Матфея. Врата Ада не одолеют. А вы, говорите, одолели. Вы антихристы. Вы против Христа идете. Больше разговаривать не о чем. Она не пала. Так а в ней столько недостатков. Недостатки были в апостолах. Недостатки были в священстве. Сыновья Ильи были люди развратные. Спали с женщинами. Но не другой Бог основал, а ту же самую. Наказываю, говорит, ощущаю. И продолжается дальше. И левее на священство осталось до времени пришествия Христа. А теперь по чину Христа, по чину Мельхиседека. А сейчас не надо. Главное, что теперь все священники. Все священники. А чего вы взяли? А он нас называет цари-священники. Это по откровению 5.10.1.5. Ну и что? Исход 19.6. Весь израильский народ называется царственным священством. Царственное священство. Весь Израиль. Но кроме того, отдельное колено было священное. Написано у Павла, считаемый, 7 глава, 6 стих. К евреям говорит, с переменой священства. Должно быть переменой. Не с отменой священства, а с переменой. А между священником и пресвитером есть разница какая? Спрашивает. Священник это общее название. А пресвитер это определенная ступень. Диакон, пресвитер, епископ. Трех ступень, считаю. А сейчас раздели диакон, протодиакон, архидиакон. То есть это... Если пресвитер, то прото-пресвитер. Вот дальше идет. И романах, это неженатый. Тоже пресвитер. А епископ, епископ, архиепископ. Это митрополит, патриарх. Это все епископ. Но тебе, чтобы было понятно, есть младший офицерский состав, старший генерал. Генеральский. Младший офицерский состав какой? Там до капитана. Дальше старший майор, подполковник, полковник. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник. Генерал армии. Все. Четыре вида генерала. Но это все генерал. Это образно, я говорю. Надо маленько хотя бы на это дело смотреть. Вот. Я попросил бы просчитать. Ну, можно даже для себя записать. Не молиться с еретиками. Где написано? Апостольское правило 45 и 65. Пиши. Пиши. Ты нигде это не найдешь. Апостольское. Не молиться с еретиками. Не молиться. Апостольское. 45-65. И ладикейское 33-е. Это собор. 33-е правило. Когда рукоположение не истинное. Апостольское 68-е. 33-е что-то. Ладикей 33. Третье правило. Ересь предается анапиме. Ересь предается анапиме. Второзаконие. Вторичный собор. Это не второзаконие. Первое правило. Рукоположение не истинное. Апостольское правило 68-е. Так. Я попрошу, кто хорошо читает. Давайте сюда. Ознакомьтесь с соборными данными. Краткое содержание. Прочитай. Все убери. Слух читай. 22 страницы. Тебе это сгодится дома возьмешь. Это данные редкие. Вместе собранные. С разных книг. Какие решения были приняты на каждом из семи Вселенских соборов? Вселенские соборы созывались в Церкви Христовой каждый раз по особой надобности. Для обличения лжеучителей. В связи с появлением ересей. Посмотрите. Ереси возникали и все. У меня здесь были в аптесты. Вот в этом помещении где-то. Я говорю, Сережа, а скажи, у тебя Библия кем переведена? Он не знает. Он не слышал это. Я говорю, о сыне твоем? Я говорю, а как же ты не узнал-то? Вот ты должен узнать был. Ну ты любишь Библию? Да, люблю. Ну ты мог узнать, кто? Ну ты любишь телефон мобильный-то? Ну ты знаешь, что это Мартин Купер трудился-то. Ну не трудно это узнать-то. В интернете не володишь, а не знаешь, что Тим Бернерс Ли изобрел это. Ну хотя бы для себя знай. Чьи слова-то приводишь на память? Всему свое время. Каждый день передает Москва. Они знают, что это. Экклесиасно, 3 глава, 1 стих. Итак, читаем. В связи с появлением вереси, искажающих православное вероучение и предание, и для разрешения спорных вопросов. Дух Святый устраивал так, что неизменные истины веры, догматы, постоянно и последовательно раскрывались соборным разумом Церкви и уточнялись с Святыми Отцами в богословских понятиях и терминах в той именно мире, в какой требовалась самой Церкви для ее спасительного служения. Это не просто так заблудить куда-то Церковь. Еретики были. Это Вселенская Церковь. Не в Барнауле только, не на Украине. По всему миру. Один епископ. А здесь не по одному собирались. Вселенский Собор. Высшая на земле власть Святой Церкви. Осуществляемая водительством Духов Святаго. Все, которые сейчас бы собрались, но собрались бы все. А их сегодня 21 тысяча названий. И все Библию в руках держат. Каждые две недели рождается новая секта. Тебе не понятно, что что-то не то делается? Первый Вселенский Собор. Никейский. Первый. Состоялся в 325 году в городе Никеев. Со всего мира собраны были епископы. Как они понимали, что? Они разбирали и утверждали веру. При империаторе Константине Великом. На этом соборе присутствовало 318 епископов. Возообрази. Епископов 318. И они решали этот вопрос. Вот я спрашиваю баптистов. Скажите, а вы верите в Троицу? Да, верим. А откуда вы это слово взяли? Ну, откуда? Ну, покажите. В Библии этого слова нигде нет. Ну, маленько там так. Стряхнитесь. Я вот когда получаю что-то от кого-то там, от адвентистов, я прямо показываю. Это от адвентистов, от столько-то хорошего. Самое удивительное, что адвентисты в Троицу не верили. И вдруг приняли учение о Троице сейчас полностью. Вообще удивительно. Единственный случай, который я знаю в мировой практике, чтобы секта, отделившись, начала подниматься к истине. Вообще не встречал. Обычно идут и идут, разлагаются. Сейчас возьмем. В баптистских общинах уже и красятся, и без платков женщины проповедуют, и в брюках ходят. А зачем это? А зачем это? Это к коринфянам сказано. Это к официанам, это не к нам. А здесь именно к ощущению пошли. Вот как отделенные были такие в аптистах. Ставят церквей-то. Они решили вернуть все к чистоте апостольской. Ну и заплатили цену, будь здоров. 150 узников было, 30 не вернулось. Навсегда там остались. Не бископов. Представители христианской церкви из разных стран, среди которых были святитель Никола Чудотворец, святитель Афанасий Великий, тогда еще Саня Диакона, святитель Спиридон Тримефинский, собор осудил ересь Александрийского пресвитера Ария. Он говорил, троицы нет, Христос это тварь. То есть, как и явисти верят сегодня. Человека безмерной гордости и чистолюбия, который отвергал божество второго лица Пресвятой Троицы Сына Божия Иисуса Христа и его равенство с Богом Отцом. И ложно учил, что Сын Божий не единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени и есть только высшее творение. Вот когда, интересно, собор был, Христос это первое творение Божие, но он Богу не равен. И епископы подписывались там. И вдруг слово попросил дьяком, его никто не знал, еще Афанасий. И он встал отцарем и разговаривал, скажи, Арий, просто, тебя кто будет судить на суде Божьем? Ты веришь, что суд Божий? Он говорит, верю. А судить кто будет? Христос. Как он может судить тебя, если он как человек? Он тоже грешный-то. И епископ один за другим, говорит, я убираю свою подпись, зачеркиваю, я зачеркиваю. И всех он повернул на свою сторону. Простым вопросом. Вот и все. Никого не пренебреги, через кого Дух Божий возглаголит. На заборе были сформированы первые семь членов символа веры. Принято постановление о времени празднования Святой Пасхи. Также священникам было разрешено быть женатыми. И установлен ряд других канонических правил. Правильные они, неправильные, это отдельно за рамки выносятся. Но говорят, что установил это Константин. 318 епископов и Константин, это все лгут. Что почему мы празднуем воскресенье, а не субботу. Это очень легко доказать. Об этом у меня ролик стоит. Второй Вселенский собор, Константиновский I, был создан в 381 году в городе Константинополе, Царьграде, при императоре Феодосии Великом. На соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были святитель Григорий Богослов, председатель собора, святитель Григорий Низский, святитель Милетий Антиохийский, святитель Кирилл Иерусалимский и другие. То есть, которые канонизированы. На соборе была осуждена и отвергнута ересь епископа Константинопольского Македония, который отрицал божество третьего лица Пресвятой Троицы, Духа Святого, и учил, что Дух Святый не есть Бог. Это не еговесство, теперь взяли Атария и взяли отсюда. Они все ереси собрали в одно. И называл его тварью или соответственную силу, которая служит Богу Отцу и Богу Сыну так, как Ангелу. То есть, вот взялись, если у баптистов, они признают, что Дух Святой, это третье лицо Святой Троицы. То есть, у баптистов абсолютно православное учение. Они первые, которые отошли. А которые от них отошли, те все заблуждения, их уже накопленные, своих прибавили. Баптистам не хватает только епископата. Я раньше неоднократно говорил, если бы я вам когда-то исследовал и узнал, что у баптистов есть рукоположение от апостольских времен, я бы православным до того дня не был. Но как идти, когда нет там благодатного священства? Нет ни крещения, ни причащения, ни что, не может быть благодатным без епископата. Хотя я их уважаю, и у нас очень хорошее отношение. Собор принял догмат о равенстве и единосущие Бога Духа Святаго с Богом Отцом и Богом Сыном. Опровергая лжеучение Македонии, Собор утвердил учение о том, что Дух Святый есть не служебное существо, но Господь истинный и животворящий. Дополнил никейский символ веры пятью членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о Таинствах, о Воскресении Мертвых и жизни будущего века. Так был составлен никейский, никео-сареградский символ веры, которым Церковь Христова руководствуется до всего времени. Вот мы когда веры во единого Бога Отца, потом и в Духа Святаго, и в Духа Святаго, вот этого уже на этом Татором Соборе, а до этого на Первом Соборе. Символ веры повышался. Я материал выяснил, что к нему надо добавить. Верующим может считаться только тот, кто родился свыше, кто любит Библию и изучает ее по толкованию святых отцов, кто соблюдает каноны и правила. То есть добавить вот это надо, необходимо. Третий Вселенский Собор, Ефесский, собирался в 431 году в городе Ефессия, Малая Азия, при императоре Феодосии Младшем. На Соборе присутствовало 200 епископов. Среди них такие православные отцы церкви, как святители Кирилл Александрийский, Ювеналь Иерусалимский. Собор был создан против лжеучения Константинопольского архиепископа История, нечестиво учившего, будто Пресвятая Дева Мария родила просто человека, Христа, которым потом за святость жизни стал обитать Бог. Несторий Богохуль научил, что Господа Иисуса Христа нельзя называть Богочеловеком, а Пресвятую Деву нельзя называть Богородицей, а надо называть Христородицей. Есть ересная история, была осуждена на Соборе, которую подтвердил православное учение о том, что следует исповедовать в Господе Иисусе Христе одно лицо и поставь, и два естества, божественное и человеческое, и исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком, а Пресвятую Деву Марию, как Пресвятую Деву и истинную Богородицу. Но на Соборе был утвержден никеоцелеградский символ веры, и принято постановление, запрещающее в дальнейшем вносить в него какие бы то ни было изменения и дополнения. Вот когда католики добавили Духа Святаго, и же от Отца исходящего, они же от Отца и Сына. За одно слово с православным им уже расхождение. Хотя и от Отца и Сына половина святых отцов так понимали, спорить вообще не очень. Они так понимают, но и пусть. Четвертый Вселенский Собор Халкидонский состоялся в 451 году в городе Халкидония при императоре Маркиане. На Соборе присутствовало более 600 епископов. 600! Собор был создан против лжеучения Евтихия, архимандрита одного константинопольского монастыря, который отвергал человеческую природу Господа Иисуса Христа и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено Божественным. Его лжеучение называется монофизитством. Мона значит одно, то есть одно единство. Собор определил, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. По Божеству Он от Отца рожден, прежде всех век. По человеку, по человечеству же Он во времени родился от Пресно-Девы Марии. Нас ради человек и нашего ради спасения и во всем подобен нам, людям, кроме греха. При воплощении Божеское и человеческое естество соединены в Нем, как в едином лице, неслияно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Пятый Вселенский Собор, Константинопольский Второй, создавался в 553 году в городе Константинополе при святом благоверном царе Иустиняне Первом. На соборе присутствовало 165 епископов. Собор был создан в связи с распространившимися лжеучением последователей История и Евтихия. Особую опасность для православия представляли в то время сочинения трех учителей Сирийской церкви Феодора Мопсуецкого, Феодорита Кирского и Ивы Едесского. Собор осудил все их сочинения и само Феодора Мопсуецкого, как не раскаявшегося. Два других лжеучителя отказались от своих заблуждений и были помилованы Собором. Скончались они, примирившись с Церковью Христовой. Собор снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия. На Соборе было осуждено учение Оригена и других еретиков. Будто тела человеческие не воскреснут в день Страшного Суда Господня, что души якобы рождаются прежде тела и переходят из одного тела в другое, что вечному мучению будет конец. Шестой Вселенский Собор. Константинопольский Третий. Проходил в 680 году в городе Константинополе при императоре Константине Паганате. Он состоял из 170 епископов. Собор был создан против лжеучения монофилитов, которые допускали только одну волю во Христе Богочеловеке. Божественную волю, хотя признавали в нем едва два естества, божеское и человеческое, особенно ревностными защитниками истинного православного учения были на Соборе Патриарх Иерусалимский Сафроний и Константинопольский монах Максим Исповедник, которому за твердость веры вырезали язык и отрубили руку. Собор определил признавать в Иисусе Христе два естества, божеское и человеческое, и при этом двум естествам две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его божественной воле. Через 11 лет Собор продолжил свои заседания и получил название Трульский по имени царских палат, в которых он проходил. На Трульском Соборе были рассмотрены вопросы, относящиеся к церковному благочению. Собор также утвердил правила, которыми должна управляться Церковь Христова, а именно 85 правил святых апостолов. Правила шести вселенских и семи поместных соборов, правила 13 святых отцов Церкви и установил 102 новых правила. Впоследствии эти правила были дополнены правилами 7-го вселенского собора и еще двух поместных соборов и составляют кормчую книгу, являющуюся основанием управления Святой Церковью Христовой. 7-й вселенский собор, Никейский II, был открыт в 787 году в городе Никея при императоре Ирине, императрице Ирине, вдове императора Льва Хазара и сыне ее Константине VI. На собор приехало 367 епископов. Собор был создан против инаконаборческой ереси, возникшей в начале VIII века, в результате того, что греческий император Лев Исавр, желая обратить мусульман в православие, считал необходимым упразднить почитание икон. Собор утвердил почитание икон и определил устанавливать в святых храмах вместе с изображениями честного и желатарящего креста Господня и святые иконы, почитать их и воздавать им поклонения, возводя молитвенный взор Господу, Богу, Божией Матери и святым на их изображение. Окончательное почитание икон было восстановлено на поместном Константинопольском соборе в 842 году при императоре Феодоре. На 7-м Вселенском соборе в благодарность Господу Богу за победу над иконоборческой ересью и всеми другими ересями, отвергнутыми церковью, установлен праздник торжества православия, который положено праздновать в первое воскресенье Великого Поста. Немножко сейчас, чуть-чуть. Василия Великого. Правило первое. Когда перечисляли, какие есть юридики. Он говорит так. Хотя Великий Дионисий и не приметил всего, но нам не должно соблюдать подражание неправильному. Ибо нелепость сама собой явна и ясна для всех, имеющих хотя несколько рассуждений. Есть вещи, которые вообще не надо даже рассказывать. Я рассказываю, ко мне пришли пятидесятники и говорят, вот наш пресвитер, он нарушил седьмую заповедь, изменил жене. Ну узнали, она осозналась, что теперь делать. Но мы ему запретили проповедовать, а сколько? Да уже неделю не проповедует. Что дальше-то делать? Мы не знаем. Правила-то нет. Если в нашей общине так, то в нашей другой общине по-другому. Я говорю, правило огласит такое. Сан с него снимается, если бы у него был. Но он-то никто. Но он пресвитер был. Это уже пресвитер. Потому что епископа-то не было. Он уже никогда не будет им. А проповедовать он может где-то за пределами, не в храме. А на сколько его отлучать? На три года. А он снова впал. Он впал, значит, за хвост до в яму. Приходят и говорят, он снова опять тоже делает. Да хоть правило на это как раз и указывает. Вот убийство. А бывает убийство такое, неумышленное. Спятил машину и задавил ребенка. Он и играл под колесом. Вот такой вот выскочил. Все равно убийца. Вот батюшка сегодня едет на дороге за рулем. И задавил кто-то, через дорогу перебегал. И он задавил его. Все, там снимается с него. Он священник, считается. Все, но ничего благодатного уже от него не будет. Он не будет литургией совершать ничего. Правило определенное, конкретное. А почему? Церковь установила, тебе не надо спрашивать почему. А вот пресвитер, допустим, священник, был замечен в грехе. Ну, какой-то страшный грех такой. Даже в колдовстве. Но он раскаялся, сам с него снимаются. А пресвитер, может, в этот же день. Понимаете как? Если мужчина обыкновенно изменил жене, отлучается на 7-10 лет. А если это пресвитер, ни на один день не отлучается. Только сам снимается. Потому что через 7-10 лет этот человек может стать членом церкви. А тот уже никогда не будет пресвитером. А два наказания за одно преступление не дается. Два наказания. А то неверно. Тебе не надо рассуждать. Или да, или нет. Если не так, значит, ты уже вне церкви будешь. И апостол Павел говорит. Кафары, сути числа раскольников, такие были. Однако угодно было древним, как то Киприяну и нашему Фермилиану, одному определению подчинить всех сих. Кафаров, Венкротитов, Идропарастасов и Апостатионов. Ибо хотя начало отступления произошло через раскол, но отступившие от церкви уже не имели на себе благодати Святого Духа. То есть они потеряли священство и название одно им, а не церкви. А вне церкви нет спасения. Вот он перечисляет названия, это не все, которые были еретики. Но у них не осталось священства, а у которых осталось, рукоположное, их священников через покаяние принимали в том же саде епископа, принимали епископом. Почему? Ибо первые отступившие получили посвящение от отцов церкви, и через вложение рук их имели дарование духовное, а эти не имеют. И все. А ты у них рукоположен, диакон, пресвятер, епископ. Это не имеет значения, ты никто. Потому что первоначальные не имеют благодати передающие эту. Но отторженные, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не могли преподать другим благодать Святого Духа, от которой сами отпали. Вот почему некоторые говорят, ну как так, вы все понимаете так, ну при чем тут это рукоположение, да вы заложники этого епископа. Ты можешь что угодно говорить. А они отпали от благодати. А вот правильно поступили старообрядцы. У них нету. И они по всему миру искали 180 лет. И наконец нашли Амбросию, который рукоположил там Олепия Павла, восстановили епископата, сейчас старообрядческая церковь. Православная. То есть они не говорили, давайте хороших. Они нашли хороших, а рукополагать некому. Вот почему приходящих от них в церкви, как крещеных мирянами, древние повелевали вновь ощущать истинным церковным крещением. У нас не согласен. Московские говорят, а мы принимаем там адвентистов, баптистов без крещения. Я говорю, у нас только через крещение. Которые преподавали крещение, они не имели благодати этого. Они отторжены от этого. Это не от того, что я против. Ну, это закон, говорит, такой. Закон. Из основания Слова Божия, послания к Титу, к Тимофею, везде Павел говорит. 14.23, где янив апостолов, рукоположили при святеров в каждой церкви. А что их рукополагать-то? Зачем? Павел бы пришел, они бы сказали, а мы уже их рукоположили. Но поскольку некоторой Васе решительно угодно было и так далее. Вот как составляются эти правила. Достойно есть всякого истину, блажей Дитя Богородицу, признав блаженную и пренепоручную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, И сладнейшую без сравнения Серафим, Без исклиния Бога Слово Рошую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, великая Тебя благодарность за милость явную к нам в этот воскресный день. Благослови наших благовестников, позврати их с миром. И брата Виктора благослови. И устрой путь его по воле Твоей святой, отъезжающего брата Владимира. Сохрани от несчастного случая, воздай ему милостью Твою за помощь. Помоги нам сохранить веру, дарованную Того и через Слово Твое, через святые соборы. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.